Друг привет дорогой друг, я проведу лекцию про лекарственные растения. Сегодня мы рассмотрим растение овес посевно однолетней растений высотой от 50 до 170 сантиметров. Листья очередные, линейные, длиной от 20 до 45 сантиметров и шириной 0,8-3 сантиметра, с большими влагалищами, зеленые или сизы, цветки мелкие, с двумя цветковыми чешуями, тремя тычинками и одним бестиком с двумя рыльцами. В двух-трехцветковых колосках, собранных в метелке, плоды зерновки длиной от 8 до 11 миллиметров, плотно зажатые между цветковыми чешуями, цветет в июне, плоды созревают в июле-сентябре. В народной медицине отвары из крупы, часто с медом, применяют как укрепляющие средства при истощении и туберкулезе, назначают его и как легкое слабительное. При желудочно-кишечных заболеваниях готовят питательный кисель, обладающий обволакивающими свойствами. Спиртовую настойку зеленого овса применяют как тонизирующие средства при истощении. В умственном переутомлении неврастении, бессоннице, ванной, свежей овсяной соломы, отвар из 0,5-1 килограмм соломы на одну ванну применяют при лечении ревматизма, воспалении суставов, лимбалгии, прострелов, а местное обмывание при лишаях, экземах. Диатая заходите и других кожных заболеваниях информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является руководством для самолечения. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией, утвержденной производителем. Продолжение следует...